Несмотря на то, что в России прямо сейчас нет набора по мобилизации, попасть в армию оттуда на фронт довольно просто. Для этого не надо прилагать никаких усилий. Более того, если не прилагать усилий, то вероятность оказаться там сильно повышается. Сейчас фактически открыт сезон охоты на призывников. В России идет призыв, призыв в армию и, собственно, солдат не хватает на поле боя. Поэтому для того, чтобы их количество увеличить, необходимо увеличить количество пойманных призывников. И уже в армии вербовать их для того, чтобы они подписали контракт или подписать контракт за них и отправить их на передовую. Именно поэтому облавы происходят по всей России, включая Москву. Даже эти благополучные города, такие как Москва и Питер, не обошли стороной самой настоящей облавы и насильное удержание людей, завидомо непригодных к службе в российской армии, в сборных пунктах. И сегодня мы с вами поговорим о том, что прямо сейчас происходит, как уберечь себя и не стать, собственно, пужичным мясом, не стать убийцей в рамках российской армии. В Москве призывников, пытавшихся спастись от армии, заперли в сборном пункте, а ночью вывезли в воинскую часть. В нойной артрит, бротхиальная астма, психомерологическое заболевание, проблемы со спиной, суставами и сердцем. Призывников с такими болезнями отлавливали на прошлой неделе в Москве силовики, устроив облаву на молодых людей, добивающихся от срочки от службы. С полсотни призывников в итоге заперли в сборном пункте, чтобы оттуда отправить в армию. Их родные дежурили у пункта на Угрешской улице, попутно составляя заявления в прокуратуру, а потом на своих машинах преследовали автобусы, на которых призывников вывозили в военную часть. Медиазона рассказывает, как москвичи пытаются отбить сыновей у Минобороны и снова напоминает, что нужно делать, чтобы отказаться от службы в армии. Будет абсолютно нормальная армейская процедура. Когда приезжают купцы, так называемые, это военкомы частей со всех областей России и убирают товар. Товар – это наши призывники. И куда поедет твой ребенок – большой-большой вопрос. Но это уже дело пятое. А первое дело, что были нарушены абсолютно все права, потому что их увезли незаконно, они ничего не подписывали, просто собрали, как чемоданы с вещами, и вывезли в неизвестном направлении. Так, москвичка Оксана Паршина описывала, что ждет в армии ее сына Геннадия, которого задержали в пятницу 24 мая и уже в ночь субботы на воскресенье отправили в одну из воинских частей Московской области. Как раз в пятницу в телеграм-каналах стали появляться сообщения, что на сборном пункте в Москве незаконно удерживают призывников. Их родственники собрались у пункта на улице Угрежская и потребовали отпустить молодых людей. Чтобы попасть к сыновьям, как писал телеграм-канал Астра, они вызывали скорую полицию. Правда, это не помогло. Сотрудники МВД, которые там дежурили для правопорядка, приезжали, брали у нас заявление, очень уважительно, достойно себя вели и действительно старались помочь. Но это было бесполезно. То есть их даже не пускали на территорию для какого-то разговора, рассказывала на видео Оксана Паршина. По словам женщины, к сборному пункту приехали семьи молодых людей, которые негодны к службе, имеют отсрочку или же добиваются ее через суд. Родственники создали чат, в котором делились друг с другом новостями. По словам Паршиной, на Угрежскую незаконно привезли по меньшей мере 54 призывника. Это либо люди с диагнозами, у которых есть негоден, либо люди, которые еще должны только прийти по повестке, а кто-то студент очного отделения, отмечает москвичка. Наших детей объявили в розыск, как у клонистов. Их останавливали сотрудники МВД, привозили в участок, а дальше транспортировали на Угрежскую. Это первое серьезное нарушение правил, потому что сотрудники МВД не могут отвозить сборный пункт призывников. Они действительно могут задерживать, если есть такая разнарядка. Вот и останавливали в метро, в кафе, у института. Гену встретили у дома, где он снимает квартиру, рассказала она. Некоторых из молодых людей, по словам Пашиной, не задерживали, а заманили в сборный пункт. Сказали, что им нужно пройти медкомиссию, а потом заперли там и отобрали телефоны. Оксане удалось передать сыну кнопочный телефон. Так родители смогли узнать, что там происходит. Она объяснила, что Геннадий получил повестку в апреле. Но сейчас оспаривает степень годности, которую ему поставили в суде. Заседание было назначено на 23 мая, но его перенесли на 14 июня, потому что нужны были дополнительные документы, а уже на следующий день его задержали. Как рассказала медиазоне мать одного из призывников, Анастасия Борисова, родители начали съезжаться к сборному пункту на Угрешской еще в пятницу и стояли там до ночи. Сама она подъехала на следующий день. Провели там целый день, писали заявление, звонили в прокуратуру, в военную, в обычную. И вот до сих пор продолжается история, что нас отфутболивают. То есть военная прокуратура говорит, обращайтесь в гражданскую. Гражданская говорит, обращайтесь в военную. Рассказывает женщина. Астра опубликовала видеообращение, записанное братом одного из призывников, страдающего бронхиальной астмой Павла Крымова, которого 24 мая полицейские схватили прямо в метро. Моему брату поставили диагноз бронхиальная астма, который военкомат отменил, рассказал Максим Крымов. После чего была написана жалоба в военкомат, и также отправлено исковое заявление, вследствие чего Угрежская выдала направление на дополнительное медицинское обследование 23 мая. В пятницу 24-го он поехал в больницу, чтобы узнать расписание свободных мест, и на обратном пути до дома его арестовала полиция метрополитена, передала в отдел полиции, после чего его отвезли на Угрежскую. Родственники молодого человека тоже рассказали журналистам, что у многих собравшихся перед сборным пунктом схожие случаи. Главный артрит, человек после инсульта, психически нездоровый человек, ему необходимы таблетки, и матери не позволили их передать. Сейчас удалось связаться с некоторыми ребятами, говорят, что больше чем половине из них уже незаконно провели комиссию, признали здоровыми, обрели и назначили часть. У всех есть практически обжалование решения, ждем решения суда, а также медицинские справки, говорила в видеообращении мать одного из призывников, Ирина Угулова. Наши дети также находятся без еды, без воды, безо всего, не предоставляют никакой информации, и тем самым нарушают наши законные права граждан Российской Федерации. Огромная просьба помочь. Заявление в полицию написано, в военную прокуратуру также. Видео с родственниками молодых людей опубликовали Астра, Сота и Осторожно новости. В нем они говорят, что их дети негодны к прохождению военной службы. К словам Анастасии Борисовой, одним из задержанных призывников оказался молодой человек, у которого повестка была выписана на середину июня, но его забрали раньше. Юрист Коалиции Призыв к Совести, попросивший об анонимности, отметил в разговоре с медиазоной, что такая практика действительно встречается. Я вполне допускаю, что люди обжаловали решение, пришли для того, чтобы рассмотрели их жалобу и провели контрольное медицинское освидетельствование, а их, несмотря на то, что у них отправки назначены на более поздний срок, решили, чтобы они уж никуда не делись, сразу отправить войска. И это, конечно, произвол. Это как раз препятствование им в том, чтобы они обратились в суд. Он рассказал, что также слышал об облавах на призывников в Краснодаре и одном случае в Туле. В середине мая осторожно новости писали, что около 20 краснодарских призывников, которые пришли в военкомат подтвердить негодность к службе, насильно удерживают в сборном пункте. Житель Тулы Никита Хахель рассказал медиазоне, что на прошлой неделе его дважды задерживали силовики, чтобы отправить в армию, несмотря на основания для освобождения от службы из-за болезни. Понедельник, 27 мая, Астра писала, что Хахеля вывезли в Москву, а сегодня издание сообщило, что молодого человека отправили в воинскую часть. В Москве в коалицию «Призыв к совести» обратились родители двоих призывников, которых тоже задержали в минувшую пятницу и привезли в сборный пункт. По словам юриста, вероятно, все задержанные уже получили повестки на отправку в армию, то есть уже побывали в пункте призыва, прошли медкомиссию, призывную комиссию, но после того, как их сочли годными, обжаловали эти решения. Юрист объясняет, согласно принятым в прошлом году поправкам, чтобы добиться приостановки решения о призыве на время обжалования, нужно сначала обратиться в вышестоящую призывную комиссию, в этом случае в призывную комиссию Москвы, и только потом в суд. Обжалование в суде без рассмотрения вышестоящей призывной комиссии теперь не приостанавливает отправку на службу. Но призывная комиссия города Москвы просто не рассматривает эти жалобы и отправляет войска, говорит он. То есть военный комиссариат Москвы препятствует этому постановлению призывных мероприятий тем, что просто не рассматривает эти жалобы. Речь идет о нарушении со стороны военкомата города Москвы права на обжалование решения призывной комиссии и права на судебную защиту. Как вообще сейчас проходит призыв в Москве? С началом весеннего призыва в Москве заработал единый пункт призыва, объясняет юрист коалиции призыв к совести. То есть вместо 146 призывных комиссий, которые раньше были созданы в каждом муниципальном образовании в Москве, теперь только одна объединенная муниципальная призывная комиссия. Она функционирует в едином пункте призыва на улице Яблочково, дом 5, корпус 5. И тут важно, как говорится, случайно не войти не в ту дверь, потому что прямо там же, на улице Яблочково, в соседнем строении, находится единый пункт отбора на военную службу по контракту. И уже были случаи, когда призывников отправляли на Яблочково в единый пункт призыва, а они приходили в единый пункт отбора на службу по контракту и выходили оттуда с контрактом, а не с решением о призыве, говорит он. По словам юриста, к ним обращались призывники, которых сначала удерживали, а потом с полицией отправляли в сборный пункт на Угрежской. На сборном пункте Москвы люди сталкиваются с чудовищным давлением, чтобы они согласились отправиться в войска, побриться и надеть форму. Один юноша передал, что некий майор Михеев буквально угрозами применения физической силы запугивал молодого человека, заставил его подчиниться и отправиться в войска, говорит правозащитник. Это должностное преступление, превышение должностных полномочий к применению насилия или угрозы его применения. Часть третья статьи 286 УК. До 10 лет тяжкое преступление. Но вернемся к тем призывникам. Из сборного пункта призывников ночью отправили в военную часть Подмосковья. Вечером в субботу родственники призывников рассказали, что молодых людей уже переодевают военную форму, заставляют подписывать документы на зарплатные карты и готовят к отправке в военные части. Вскоре их действительно начали вывозить из сборного пункта. Астра публиковала несколько видео, присланных родственниками призывников. Сами они следили за автобусами на машинах. В итоге молодых людей привезли в войсковую часть 618-99 поселка Мосрингет. Позже Астра уточнила, что со сборного пункта в Москве отпустили призывников, которые отказались надевать военную форму. В палате тех, кто отказывался переодеваться, было 10 человек. 9 из них отпустили. «Почему один остался, к сожалению, не знаем», рассказала журналистом родственница одного из молодых людей. По словам матери одного из призывников Анастасии Борисовой, это противоречивая информация. «Я не знаю, что произошло с теми ребятами, которые, ну, скажем так, бунтовали, противились действиям. Я действительно слышал, что их отпустили, но потом я слышала обратную информацию, что они до сих пор там, в сборном пункте на Угрешской». По словам Борисовой, еще в субботу из сборного пункта отпустили двух призывников. У одного из них психонервологическое заболевание. «Я не знаю, как это называется по-медицински, но у него тик, он трясет головой и заикается». Его мама писала, что они стоят на учете в психдиспансере. «Даже представить не могу, куда смотрели сотрудники оперативной службы, когда они брали такого человека», — говорит женщина. «Я потом слышала, что там был как раз призывник, который бился головой о стену, не спал всю ночь». По-моему, это он и был. И у него, конечно, ухудшение есть, откат. Было видно, что он разговаривать нормально не мог. А мама утверждает, что он абсолютно нормально общается, у него есть какие-то нарушения, но не такие явные, как после суток, которые он там провел. Как писала Астра, на свободе также оказался и Павел Крымов, страдающий бронхиальной астмой. Оксана Паршина, сына которой, как и других призывников, привезли в часть МОС-Рентгене, говорила, что поначалу даже обрадовалась. Геннадий был там на сборах в 11 классе и хвалил эту часть. Но оказалось, что это очередной распределительный функт. И дальше призывников отправят в другие части. Например, Ирина Уголава сообщила, что ее сына, у которого проблемы с сердцем и суставами, собираются отправлять в Ростовскую область. По словам Анастасии Борисовой, ее сын рассказал, что призывников угрожали отправить в Дагестан. «Мне сейчас видится Дагестан не самой страшной точкой на карте России, но призывники забеспокоились, наверное, потому что есть такое поверье, что в Дагестане или в Чечне очень плохо относятся к москвичам. И как бы среди ребят, может быть, это тоже распространенная информация», — говорит она. По ее словам, несмотря на то, что молодых людей явно запугивали, если ты не будешь содействовать, то с тобой будет грубо обращаться, физическую силу к ним не применяли. Отдельно внимательный зритель поинтересуется, Майкл, а что с альтернативной гражданской службой? Почему про это мало что известно? Что вот сейчас с ней происходит в Москве, по крайней мере, с альтернативной гражданской службой, рассказывает тоже Медиазона. Правозащитники, помогающие призывникам, советуют заранее подавать заявление на альтернативную службу, даже если у человека есть основания для освобождения службы по медицинским показаниям. При этом юрист коалиции «Призыв к совести» отмечает, что сейчас новая объединенная муниципальная призывная комиссия в Москве, вероятно, вообще еще не решила, что делать с теми, кто требует АГС. Большинство дел, которые мы знаем, эти заявления не рассматривают, а откладывают на потом, объясняет он. Или они говорят, вместо решения по заявлению на АГС проходи медкомиссию, потом примем решение. Грамотные призывники, конечно, эти призывные мероприятия не проходят, либо уходят несанкционированные с пункта призыва, либо их отпускают без повестки, если видят, что человек достаточно упрямый. Но есть случаи, когда призывников не выпускают и заставляют пройти медосвидетельствование. Один из обратившихся к правозащитникам молодых людей несколько лет добивался альтернативной службы в районном военкомате, но в этом году его в сопровождении двух людей в военной форме заставили пройти медкомиссию и отправили с полиции на сборный пункт. Сейчас он в воинской части в Московской области. Отказывали в АГС по надуманным причинам. Не обосновал, не доказал, пропустил сроки. Стандартные причины, говорит юрист. Хотя это верующий парень из религиозной семьи, но даже такого юношу они как-то смогли заставить и пройти медкомиссию и уехать в воинскую часть. Но он и там отказывается заниматься военной подготовкой и получать оружие, защищает свои убеждения. Командиры пытаются давить как-то, но если видят, что человек последовательно на своем настаивает, то им проще на хозяйственные работы и какие-нибудь другие наряды его ставить, а не на боевую подготовку. Так что с альтернативной гражданской службой сейчас тоже довольно много проблем. Но вновь вернемся к нашим призывникам. Теперь родители призывников, говорит собеседница медиазоны, Анастасия Борисова, собираются вместе поехать на прием к военному комиссару Москвы Максиму Локтеву. Мы будем личное заявление писать, но подавать планируем все вместе. Мы не складываем руки, мы каждый день что-то делаем, но некоторые родители уже по пятому заявлению составляют, им приходит отбивка, что будут рассматривать их в течение 30 дней. Но у нас, к сожалению, нет этих 30 дней, потому что их уже куда-то отправят, говорит она. Мы ждем, чтобы аннулировали действия призывной комиссии, которые считаем неправомерными. Она подчеркивает, что призывники, которые сейчас находятся в подмосковной части, расписывались только за получение формы и за столовую, в которую их водили еще в сборном пункте на Угрежской. Но они не подписывали никаких других документов. Но вот они находятся в этой части, маршируют почему-то. Я не знаю почему, потому что статуса военнослужащего у них до сих пор нет, говорит она. При этом юристы с коалицией «Призыв к совести» отмечают, что после того, как призывник выехал из сборного пункта в воинскую часть, он уже приобретает статус военнослужащего. Поэтому главная рекомендация правозащитника попытаться до отправки войска выдержать давление, настаивать на своем и не бояться угроз привлечения за это к ответственности, потому что такое сопротивление совершенно правомерно. Только непосредственная самозащита своих прав может помочь, то есть не ждать, что суд или прокурор защитит право на обжалование, а самому его защищать, говорит он. Отказываться выполнять требования полиции и военкомата до того, как будет рассмотрена жалоба и иск. Не надевать форму, отказываться стричься, не получать военный пилет и жетон. В общем, не насильственно сопротивляться произволу. Единственное, что остается, а это очень непросто. Ситуация сейчас складывается все хуже и хуже, добавлю я уже от себя, потому что, опять же, сейчас призывники это один из основных таких резервуаров для того, чтобы пополнять уже военную российскую группировку непосредственно в Украине. Более того, призывники тоже участвуют в боевых действиях. Они находятся на территории России, приграничных районах, прифронтовых городах, Белгородскую область, Прянскую область, и регулярно там погибают. Регулярно в них прилетают дроны, их задействуют в обеспечении логистики, военной логистики для российских войск. Поэтому все эти люди являются также легитимными военными целями. И даже не подписывая контракты, не уходя на войну, они все равно находятся в большой зоне риска. Но, помимо этого, во время службы по призыву российская армия активно пытается вербовать этих людей на контракт. То есть, сделать их полноценных военных внутри уже войны с Украиной. Собственно, до 30% призывников переходят в итоге на контракт. Причем, не то, чтобы прям совсем по своему желанию. Представьте, вы изолированы в такой среде, где на вас постоянно орут, на вас постоянно давят, к вам применяется физическое насилие или вам угрожают применить физическое насилие. По итогу, через день, 2, 10, 20, 30, 40, 50, 100, вы ломаетесь и подписываете контракт, уходите в Украину. И там становитесь либо трупом, либо убийцей, либо убийцей, затем трупом, либо убийцей, затем калекой, затем трупом, либо убийцей, затем калекой. И так далее, и тому подобное. Нельзя ни в коем случае попадать сейчас в российскую армию. Это дорога в один конец. Эта дорога вам ой как не понравится. Поэтому предпринимайте все необходимые усилия для того, чтобы избегать попадания в военкомат. Какие правила для того, чтобы туда не попасть? Вообще, правило одно. Вы должны держаться подальше от военкомата. Что касается того, какие конкретные механики для этого существуют, они постоянно меняются. Более того, российские власти ужесточают всевозможные законы, которые связаны с наказанием за так называемое уклонение. И, в принципе, за то, что вы не берете повестку. Точнее, повестка уже сейчас... Бумажная повестка – это уже не панацея. В смысле, не взять бумажную повестку уже не панацея, потому что тестируются электронные повестки. И вот со следующего призыва они будут уже полноценно внедрены. Поэтому ваша задача – не жить по месту прописки. Минимизировать свои выходы на улицу, которые не связаны с непосредственно вашей необходимой жизнедеятельностью. В общем, всячески избегать контакта с внешней средой, избегать контакта с военкомами, избегать контакта с военкоматами – это единственное, что может вас спасти. Если у вас есть родственник, сын, брат, муж, который раздумывает о том, что да ладно, ничего страшного, схожу в армию всего годик, то знайте, что во-первых, этот человек может быть послан и, скорее всего, будет послан в приграничные районы, и там погибнет. А во-вторых, что его могут принудить подписать контракт, и тогда он навсегда останется в российской армии до конца войны. Потому что те, кто подписывает контракт с российской армией, неважно, подписали это за вас, подписали вы под давлением, под физическим, под психологическим. До конца войны вы остаетесь в российских войсках. Пока вас не убьют. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok